На традиционной годовой пресс-конференции генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа отметил, что 2013 год был для организации очень успешным. Есть много результатов практического характера. Мы занимались координацией внешнеполитической деятельности. Только в течение 2013 года наше государство 10 раз выступали со специальными заявлениями, которые касались проблем региональной и глобальной безопасности. Это касалось и наркотиков, и Афганистана, и защиты национальных интересов наших стран, и вообще в целом с точки зрения нашей совместной политической деятельности и координации этой деятельности было сделано достаточно много. Бордюжа отметил, что за последние 10 лет значительно увеличился пакет заказов членов ОДКБ по льготной закупке военной техники. За 2013 год было проведено 6 крупных военных международных учений. Активно велась подготовка военных кадров. Только в военные учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации в течение года было зачислено около 1000 офицеров, представителей государств, членов ОДКБ. В вузы Министерства внутренних дел около 200. И в самые лучшие элитные российские гражданские вузы по специальностям безопасности более 100 человек, представителей наших государств, которые после окончания будут дипломированы специалистами именно в сфере безопасности. На пресс-конференции Бордюжа коснулся и Нагорно-Карабахского конфликта. Генеральный секретарь ОДКБ уверен, что вопрос этот очень сложный и решить его можно только путем переговоров. Взорвать обстановку можно, дестабилизировать весь Кавказ можно, решить Карабахскую проблему силовым путем невозможно. И поэтому у организации и у руководителей организации есть четкое понимание, четкая позиция. Только политическим путем, путем переговоров можно решить эту очень сложную, очень сложную проблему. Касаясь работы Сминген, Сек отметил, что деятельность ОДКБ в Армении освещается довольно полно. В конце встречи Бордюжа наградил журналистов и представителей пресс-служб силовых ведомств за активное освещение деятельности ОДКБ по итогам 2013 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова